Девочки, всем привет! Я наконец-то собрала волю в кулак и решила снять для вас видео по уходу за кожей, за волосами и за лицом. Давайте начнем с волос. Мне кажется, для каждой женщины, для каждой девушки это главное украшение. В принципе, у кого красивые волосы, можно даже, наверное, не краситься. И давайте пройдемся по тому, чем я когда-то пользовалась и чем я осталась недовольной. Вы все, наверное, знают вот эту фирму Natura Siberica. Мне этот шампунь не понравился, у меня быстро пачкались волосы, хотя он написан, что для всех типов волос. Я им недовольна. Не знаю, если кому-то он нравится, напишите, может быть, какие-то другие есть из этой серии. Вообще, я долгое время пользовалась Fructis, по-моему, розовый такой флакончик. Сейчас у меня просто его нет, он закончился. Мне он очень нравился, но, наверное, волос к нему привыкает. Все-таки или это из-за зимы, они у меня начали очень сильно пачкаться. То есть, буквально, я могу помыть на следующий день, они у меня уже грязные. То есть, я встаю уже с такой прям несвежей головой. Хотя раньше я могла мыть голову раз там в 3-4 дня. Потом я решила попробовать шауму. Сила до самых кончиков. Не знаю, им я тоже недовольна. Тоже он не очищает волосы. И даже можно сказать, что когда помыла, посушила волосы, они как будто я их особо-то и не мыла. Как-то я покупала вот такой шампунь. Это у меня кондиционер для волос. Еще есть такой шампунь из этой серии Косфо. Это 17-й шампунь, по-моему, идет один. Там тоже для разных типов волос. Но он маленький, в принципе. И хватает его, 250 миллилитров здесь всего, хватает его ненадолго, с учетом того, что волосы у меня длинные. И, конечно, цена, я считаю, на него завышена. Хотя очищает он очень хорошо волосы. Мне вот на три дня хватало. И, наконец, я нашла шампунь. Я не знаю, что это за фирма. Наверное, фирма Кашемир. Шампунь суперочищение с кашемиром для жирных и быстро загрязняющихся волос. Я помыла им голову позавчера. И, как видите, пока что очень даже все прилично. Стоит он что-то прям совсем недорого. По акции я его брала около 100 рублей. Причем объем здесь 500 миллилитров. Я думаю, что его хватит надолго. Еще купила вот такой вот бальзам на козьем молоке. Здесь объем 600 миллилитров. Стоил он тоже в районе 100 рублей. Но, единственное, скажу вам честно, запах такой не очень приятный. То есть, ну, видимо, он все-таки натуральный. Никаких тут ароматизаторов, ничего такого нету. Вот. Пока, наверное, рано судить. Я пробовала всего один раз. В будущем расскажу, покажу. Может быть, какие-то изменения с волосами будут. И, наконец, моя любимая маска. Она тайская. Тайская. Подружка у меня занимается тайской косметикой. То есть, она непосредственно иногда сама ездит туда. Иногда, ну, вернее, чаще всего заказывает. Вот. И эта маска просто шикарнейшая. И еще это кокосовое масло. У кого сухие волосы, это, мне кажется, самое вообще бомбовое срез. То есть, перед тем, как мыть волосы, а вот можно нанести на 30 минут, закрыть там чем-то или просто так походить. Ну, с волосами, пожалуй, все. Теперь давайте пройдемся по уходу за лицом. На самом деле, раньше я не считала это таким прям нужным, так скажем. Потому что проблем с кожей у меня никогда не было особых. Ну, не считая там подросткового возраста, когда у всех прыщи. Я приобрела себе вот такой вот ночной крем черный жемчуг самоомоложение. Он, по-моему, идет с 26 лет. Коробку я выкинула. Здесь, к сожалению, не написано. Сейчас я встаю, и кожа у меня совершенно не сухая. То есть, я прям могу наносить на нее уже непосредственно декоративный макияж. Чем я снимаю декоративный макияж? Долгое время я пользовалась вот такими вот салфетками. Они очень хорошо удаляют макияж. Даже вот одной салфетки, если, конечно, не накрашены глаза, нет никаких стрелок, то вот одной салфеткой вполне можно снять весь макияж с лица. Еще у меня есть вот такие. Правда, я ими еще не пользовалась. Я нашла для себя нечто более то, что мне подходит. А именно мицеллярная вода. Совсем недавно, видите, я начала ей пользоваться. С салфетками она даже рядом не стоит. Это фирма «Чистая линия». Мне она понравилась. Пока менять ее не буду и не хочу. Вот такая вот маска-пленка от черных точек. Я уже показывала ее в своих видео. Хватает ее надолго. У меня вот этот тюбик уже, наверное, месяца три. Ну, половина там точно есть. Но, правда, наношу я его не на все лицо, а вот на эти части нос и вот эти вот щечки. Еще хотела показать. У меня есть вот такая вот пенка для умывания. Это даже не пенка. Молочко для снятия макияжа. Фирма «Кодали». Очень дорогая, но мне он не понравился, потому что вроде как бы очищаешь макияж, а на лице остается такой, как жирная пленка-маска. Вообще мне не нравятся все эти молочки и пенки, потому что это целая эпопея. Мне приходится убирать волосы, чем-то их там закалывать или делать хвост, чтобы не намочить потом, когда смываешь это все. Притом больше всего меня раздражает то, что у меня волосы, в принципе, вьющиеся. Вот, видите? И когда туда попадает какая-то влага, это сразу я как барашек становлюсь. Еще из тайской косметики у меня есть вот такое вот масло ши для губ. В принципе, баночка маленькая, но хватает ее надолго. И тоже тайская, тайский бальзам для губ. Тут ни слова нет по-русски. Запах такой, что его просто хочется скушать, прям облизывать губы. Единственный минус, она очень плохо открывается, то есть это нереально носить ее куда-то с собой. Дома я вот ее чем-то поддеваю, там, ножничками или ножом. Увлажняет губки, классно. Еще у меня есть вот такие вот корейские маски. Они хлопковые, кладутся на лицо. Маска для лица с женщинем и с алоэ. Я их еще не пробовала, вот как раз сегодня вечером хочу попробовать. Там даже какие-то плавают как частички золота, что ли. Не знаю, что это такое. Вот, в обеих, кстати, да. Не знаю, вот видно вам, нет. Вот они. Попробую, потом напишу в комментариях, кому интересно. Оставляйте комментарии, я потом напишу вам. Ну и коль уж мы заговорили о лице, я хочу вам показать еще декоративную косметику. Ну, тональная основа. Это тональная основа фирмы Ariflame Giordani Gold. Я пользовалась ей, наверное, лет 10. А сейчас мне просто негде ее заказать. Выискала что-то похожее. Сначала купила вот такую вот Maybelline тональную основу. Супер стойкая, но она сушит кожу. Мне она не подходит. Потом у меня появилась вот такая вот основа Max Factor Color Adapt. Мне она тоже не подошла. Тоже не скрывает все вот эти шелушения на коже. И, наконец, мама мне подарила вот такую вот тональную основу и фраше. Называется Ноль недостатков. И она действительно скрывается. Она такая, знаете, не сухая, немножко жирненькая. Ну, как этого жирного блеска, естественно, не видно. Но просто ощущения такие, что не стягивает она кожу. И очень-очень приятная. Хотя у них такие все тона натуральные. И вроде она кажется светлой, но на самом деле на коже она достаточно темная. То есть, ну, вот под мой тон кожи я, в принципе, смугла. Она мне подходит. Очень я ей довольна. Вот, нашелся заменитель. Еще одна тональная основа и фраше. Называется она Совершенная кожа одним жестом. Я ее пока еще не открывала. Вот. Но если она такая же по текстуре, я думаю, что она мне тоже подойдет. Ну и последнее, что я вам хочу показать, это то, чем я ухаживаю за телом и за руками. Первое, это вот такой бальзам тела с эффектом загара. Это не автозагар. Просто он придает коже такой небольшой оттенок загара. То есть, не сильно. Но вот, когда начинается весна, когда идут юбочки уже, шортики, очень удобно. Еще мне подарили вот такое молочко для тела. Очень приятный запах, очень приятная текстура. Оно быстро впитывает. Зимой, наверное, у всех сохнет кожа. У меня особенно сохнет кожа ног. Это мой спаситель. Мне он очень понравился. Это фирма Литуаль. Ну и, конечно, наши ручки. Для женщин это особенно важно, потому что мы много времени проводим в воде. Я имею в виду, там, моем посуду, убираемся. И, конечно, это сушит кожу. Я очень долгое время подбирала себе крем. Уже пользовалась и бипонтеном, и мазью на ночь прям мазала жирно-жирно. Какие только крема не перебрала. И вот я нашла себе тоже такое спасение. Это крем бархатные ручки, питательный, с маслом шипра, витамином В5. Буквально за три дня сотворил какое-то чудо с моими руками. Я надеюсь, вам понравилось это видео. У кого остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Я обязательно на все отвечу. Пишите, какие видео вы бы еще хотели увидеть на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всех целую. Всем пока. До новых встреч.